Всем хайочки, с вами я, Александр, это канал Амбот, и у нас игра Оверхит. Прошло недавно здесь обновление, добавили новых персонажей, новых героев, новых наших бойцов, хилов, там, не знаю, поддержку, да, и тому подобное. Значит, добавились два персонажа, это Рита и Роха. Давайте перейдем сразу же к ним, к ним мы перейдем вот сюда, да, то есть в руководство, через руководство персонажей. Я этих еще новых героев не получил, к сожалению. Значит, один персонаж находится в Пелье Низкой Империи, да, и второй идет в Тинжоу. Значит, дойдем, наверное, в Тинжоу и начнем с Ирохи. Ироха, это у нас персонаж поддержки, вот, насколько годный или негодный этот персонаж, напиши мне в комментариях, но я поделюсь тем, что я посмотрел, то, что я понял, вот, потому что отзывов пока о персонаже я не видел, не читал, поэтому это только мое личное мнение. На самом деле персонаж довольно-таки годный получились, по мне так, поэтому я думаю, что немножко времени мы им уделим. Значит, увеличивает атаку всех союзников на 15 в присутствии трех или более союзников типа Вадым. Значит, увеличивает силу блокировки всех союзников на 5%. Ну, довольно-таки неплохо. Этот персонаж вообще задействован для Тимы, чтобы она больше выживала в других или иных сражениях. Значит, также здесь вот остальной Бастион. Положительный эффект создает барьер на четырех союзников, блокируя урон вплоть до 689 плюс 13,4 атаки. Действует на четырех союзников с наибольшей защитой. Также добавляет положительный эффект защиты четырем союзникам на 26% и равенство успеха 100%. Длительность 60 секунд, то есть защита, защита и, опять же, защита. Значит, здесь стандартный урон. Наносит урон равный 126,2 атаки. Четырех врагам положительный эффект уменьшает урон, полученный от четырех врагов на 25% вероятность успеха 100%. Опять же, все работает в 100%, поэтому все это будет стабильно работать. Длительность здесь, опять же, 60 секунд. То есть команда будет с этими, скажем так, пассивками от этого персонажа. Ну, то есть с бафами, иначе, как сказать, с бафами будет очень довольно-таки неплохо стоять и выживать. Что очень-очень даст нам, возможно, нужное и ценное время. Вот, и также здесь вот еще вот этот вот пассивный навык у нее есть, да, щит духов, который очень шикарный. И если он будет у вас открыт, это будет реально-реально круто. Значит, уменьшает урон, полученный от врагов типа огня на 8,7. Также положительный эффект при использовании активного навыка исцеляет двух союзников на 20,7 от атаки, получается. Каждая 3 секунды. В течение 40 секунд. Ну, очень-очень классно, то есть дает хилочку какую-никакую. Вот. Также дает... Здесь вот тоже пассивочка работает, да, против, в минус бонус класс получается. То есть в таких тимах, где там особенно, допустим, сюжетки или еще что-то, где у вас там против вас огненная тима собирается, ставите вот этого персонажа под этим навыком, ну, опять же, открыть этот навык очень, наверное, довольно-таки будет проблематично. Персонаж новый и где-то такой артефакт на него вытащить, вот, это будет, наверное, очень-очень тяжело. Значит, вот этот был персонаж, да, у нас Ироха. Ироха вот она вот такая, выглядит она еще вот так вот, если поближе ее посмотреть, в принципе, вот она перед вами. Хорошая маленькая девчонка, которая может быть спасти большую, огромную вашу тиму. Ха-ха-ха, вот. Ну, не совсем огромную, но тем не менее. Значит, далее. Я не буду читать, вдаваться в предыстории, потому что ты это все можешь сам посмотреть. Вот. Кто, откуда, ничто, чем занимались и тому подобное. Это нам неинтересно. Нам интересно то, что что-то нам добавили персонажи, насколько они играбельны. Вот. Поэтому, опять же, говорю, напиши в комментариях, что ты думаешь. Не поленись. Значит, что у нас здесь? У нас также здесь уже не поддержка идет персонажа, а идет боевой. до воин значит здесь у нас лидерка у нас идет увеличивает атаку всех союзников типа вода да на 25 процентов также увеличить защиту всех союзников типа вода на 10 то есть водные стихии водные стихии водные стихии очень классно очень круто то есть собираем водную тему и нас она не пробиваем а вот ну с повышенными шансами там на так и тому подобное то есть очень хорошая пассивка, ну, работает именно только на водную стихию. Значит, здесь что у нас? Стандартный урон, да, карающий разряд, наносит урон равный 173,1 атаке трем врагам. Дополнительный урон наносит дополнительный урон врагам, воинам, равный 42 и... ой, 46 и 2 десятым атаке. Значит, очень хороший, то есть, во-первых, наносится здесь дэмэдж, плюс еще по воинам, а воинов в тимах обычно всегда очень довольно-таки много, что если по прохождению сюжетки, да, что если там где-то взять ее на арену, я думаю, в принципе, на арене она тоже будет неплохо сражаться, да, не побоюсь этого слова, вот, поэтому очень-очень довольно-таки неплохо это будет работать, то есть урон, 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 ну и опять же, если будем качать водную стихию, это будет довольно-таки плюсом. Значит, здесь это была только лидерка, плюс у нас здесь еще добавляется карающий разряд, да, а, карающий разряд, мы читали уже, а, значит, искупление, стандартный урон наносит урон равный 184 и 9 десятым атаке. Читаем врагам, накладывает шок на цели, подверженные обморожению, обморожение это довольно-таки очень такой специфичный и классный, ну, я тебе покажу, наверное, мы сейчас зайдем и по этому персонажу посмотрим, будет, наверное, проще показать, чем рассказать. Значит, вероятность успеха 70% длительности в 18 секунд. Шок. Блокирует обычные атаки и активные навыки, то есть блокировка атаки и навыков, это очень-очень классно, поэтому этот персонаж, блин, он реально крутой, то есть мы хорошую лидерку получаем, опять же, на определенный класс, да, плюс мы получаем здесь неплохой дэмэдж, плюс еще дэмэдж, да, и здесь, в принципе, шок, и также, также здесь идет еще обморожение, что очень-очень классно. Я хочу посмотреть на эти скилышечки, поэтому я, наверное, все-таки зайду и покажу. Здесь у нас получается труба судного дня, положительный эффект, при использовании эффектного навыка, уменьшает урон союзников на 14, вероятность успеха 100%, длительный 40 секунд. Дополнительный урон, наносит дополнительный урон, равный 38,9 атаки во всех атаках. Ну, круто, 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 на самом деле. Вот этот персонаж очень неплохо зайдет на аренку, я думаю, и в кампаниях он очень-очень будет эффективен. На боссах? На боссах нет, потому что здесь нет точечного удара, то есть здесь все по трем врагам, по четырем врагам, вот, поэтому здесь нет точечных ударов, на боссах он, наверное, вряд ли, а, наверное, пойдет. Он, она. Да, она такая карта страшная, поэтому, как он. Вот, значит, давайте отправимся посмотрим, наверное, на нее, да, то есть вот она идет также у нас в 3D, в 3D, да, и пойдем посмотрим мы на скилушечки. Здоровенный, большущий топор, в раза два больше этой малышки-девчушки, вот, но с хорошими, довольно-таки, показателями. Так как и лидерки, так как и пассивки, в принципе, все у нее довольно-таки неплохо сбалансировано, и я думаю, она будет очень играбельна. Единственный минус в том, что насколько шанс дропа будет на них в выпадении, то есть в любом случае собрать любого персонажа очень-очень тяжело. Значит, давайте посмотрим атаки, прежде всего, вот эта вот первая скилушечка бьет довольно-таки очень неплохо, и нам очень интересно вторая вот эта вот. но здесь вот сейчас работает немножко шок, но я не знаю, он почему-то как-то не особо работает. Очень быстро закончился, по-моему, это все должно немножко подольше быть. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, потому что вот они молнии бьют, но все на это обычные, обычные скилушки, обычные удары, которые применяют наши тиммейты, да, сами в сражениях. Обычно я играю на автобой, напиши, как ты играешь. Вот, ну, в принципе, вот они удары, далее я ничего не буду смотреть, надо это дело самим проходить, тестить, но то, что я вижу об этом персонаже, это довольно-таки очень-очень классно и очень-очень круто. Вот, то, что вот насчет обморожения я не увидел, но шок, в принципе, был. Ну, хотя здесь и не пишется, что здесь вероятность успеха длительность 18 секунд. Вот здесь вот. Шок, непонятно сколько. Окей, ладно, давайте перейдем мы сразу же, призывчик сделаем и, наверное, на сегодня все. Я не хочу растягивать видео, не хочу вам ничего показывать. Здесь, кстати, да, еще один момент забыл напомнить. Здесь добавилось еще всякие-всякие такие опросы и тому подобное, которые, я думаю, можно все это пройти, это несложно на самом деле. Вот, всячески вот такие вот вещи, да, то есть, я уже все получил награды, поэтому отвечайте на вопросы, я думаю, здесь покликайте, покликайте, что-нибудь, да, совпадет, то есть, можно в любом случае, если вы дали неправильный ответ, можно всегда сделать еще новый ответ. Также не забываем получать вот эти вот вещи, да, сейчас мы перейдем туда, посмотрим, где это все получается и собирать прочие нижние косики. То есть, очень классно, очень хорошо, потому что, ну, очень-очень полезная вещь. И здесь, спасибо разработчикам, если ранее было у нас призывчик по 5, насколько я помню, то здесь сейчас стали по 25 сразу делать призывов, это очень прям респект, респект, респект просто, уважуха просто, ну, все, все, что, все, все, короче, я не знаю, но почему-то с запозданием все вот это призывается, иной раз сразу, иной раз не сразу, вот как-то вот так вот. Хорошо, отлично мы получили, скажем так, наши ништяки, они где-то, наверное, пришли, возможно, на почту, возможно, еще и не дошли, но они почему-то нам не показывались, да, они по крайней мере дошли до почты, и это уже хотя бы, хотя бы уже классно. Давайте сделаем призывчик, так как у меня немного вот этих вот кристальчиков, да, я буду называть их так, потому что я везде их называю так, вот, сделаем один призыв, и на сегодня, наверное, закончим. Здесь обновление еще, вот это вот, еще раз я вернусь, скажу, я прошел все, вот в эти фрагменты получаем именно здесь, собираем все, плюс, плюс, получаем скиночки, которые здесь выпадают, вот они, вот на самом деле, я вот этого и ждал, еще бы сейчас на почту, еще дублин, пришло бы это все, повторно, ну, еще шикарно, значит, вот, проходим, вот это все, получаем скины, на эстну, и будет у вас все круто и хорошо, получите все, всякие фрагменты, ничтяки и тому подобное, поехали, поехали, призыв, и все, говорить я могу очень-очень-очень долго, ты это понимаешь, как ты это знаешь, как ты это, я бы на самом деле призвал бы, наверное, даже вот не сюда, но я вот здесь бы, скорее всего, призвал, мне уж очень, некоторые герои тут нужны, в принципе, так, вот, я бы, может, здесь бы рискнул, ну, давайте попробуем на новых персонажей, вдруг повезет, поехали, десяточку призываем, плохо, что у меня нету два, мы бы еще сейчас призвали, потом еще там крутого персонажа, ну, как ты успел заметить, что здесь, как-то вот так, ну, мы можем единственное, послушать музычку, вот, и, в принципе, все, и нажать пропуск, больше мы здесь нечего делать, потому что персонажи, ты уже сам заметил, увидел все это дело, я не коплю призывы здесь, потому что она, постоянно прокачка персонажей, она здесь очень-очень нужна, вот, поэтому, подписываемся на канал, кликаем на колокольчик, не забываем поделиться видео с друзьями, оставить комментарий, и, напоследок, еще, зайти к нам в гильдию, если ты без гильдии, и вступить в нее, было бы очень круто, нас становится все больше и больше, поэтому вступай, и будет у нас все хорошо, замечательно, классно, нас уже 9 человек, вот, как-то потихонечку мы растем, 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 и, я думаю, когда-то вырастим, и, возможно, таки будем мы хорошие какие-то места занимать, кто знает, кто знает, всякое бывало, вот, на сегодня на все, всем пока-пока,